Это еще не конец. Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года повысили ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Простыми словами, это означает, что деньги на России становятся дороже. Когда ставка растет, банки начинают брать больше за кредиты, что делает их менее доступными для людей и бизнеса. Это может замедлить экономику, но помогает бороться с инфляцией, то есть с ростом цен. И способ адаптации превратится в фактор, сдерживающий развитие. Мы сохраняем приверженность цели в 4%. Несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше цели. Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы намного больше. И чем же объясняется столь значительное отклонение инфляции от цели в этом году? В условиях повышенной неопределенности последних лет действие многих механизмов в экономике изменилось. И мы видим несколько факторов, из-за действия которых реакция инфляции на повышение ключевой ставки стала менее выражена. То есть тем россиянам, кто уже взял кредиты, придется платить больше по ежемесячным взносам, особенно если у них плавающая процентная ставка. А еще они могут начать меньше тратить, так как кредиты станут дороже. И это очень серьезно может повлиять на бизнес, так как спрос на товары и услуги снизится. И есть, кстати, точно дата, когда Россия свернула не туда. Это 7 мая 2000 года. Первая путинская инаугурация. Но многие россияне считают иначе. Для одних Россия свернула не туда, когда закончилась монархия. Для других, когда распался совок. Назовите поворотный момент в истории России, когда мы повернули не туда. Не туда. Это в 91 году мы не туда свернули. Было время такое, да. Не знаю, может быть революции 17-го года. 1991 год. Ну это, наверное, все-таки революция. А вот после раскола республик, когда разошлись все республики сама по себе, вот, после того повернули не туда, а куда-то. А вот можете назвать наоборот, когда был лучший исторический момент, когда страна стала расцветать? Прибрежнее. С приходом Владимира Владимировича Путина. Однозначно. Ну это после 90-х годов, конечно. Я думаю, в нулевые где-то. Наверное, когда Владимир Владимирович только пришел к власти. А сейчас как-то, как-то, не знаю. Я думаю, при социализме у нас все цвело. Ну пусть что-то не было в магазинах, но жили мы лучше. И люди были добрее. Вот. Самые хорошие годы были. Наверное, с приходом немножко к Путина мы чего-то начали добиваться. Не совсем нулевые. Немножечко вперед. А что сейчас нужно делать, чтобы жизнь стала налаживаться? Я думаю, доллару загнать вместе с депутатами. Во-первых, поддержать наших военнослужащих, чтобы закончилось вот это вот ВСО. Ну, прекратить СВО. Это, причем, мне кажется, самое главное. Ну, скорее всего, нам надо быть всем вместе, сплотиться. Надо войну прекращать. Надо переговоры делать. Все, что делает наша правительство, пока все, как говорится, все идет как надо. Тем временем, зэдблогер Максим Калашников рассказал об ужасном состоянии вооруженных сил России. Он подчеркнул, что ситуация в армии ухудшилась, особенно после того, как стали известны случаи обнуления бойцов. Что-то он как-то не очень верит во вторую армию мира. Вот сегодня у нас очень нелегкий разговор, вот здесь, на Курской земле, а сюда приезжают самые, наверное, неравнодушные люди. Тема очень болезненная. Вы сами видите, особенно после гибели группы Эрнеста и Гудвина, да и многих свидетельств, и, помните, речи генерала Шаманова, что у нас очень неладно с вооруженными силами, что у нас буквально не армия, а ополчение, которое живет иногда благодаря помощи гражданских добровольцев, полонтеры иностранное слово. Но, тем не менее, приходится собирать на армию так ли это, что вообще происходит с нашей армией тяжелой. Честно говоря, чувствую, мне друг пишет, сейчас ушедший на контракт, 30 лет провоевавших, вот и регулярных формирований, пишет, что там ужасное творится со Саджаим и с подготовкой. А вот кремлевский пропагандист Владимир Соловьев возомнил вдруг себя Сталиным и предложил депутату выбор из двух стульев. Я скажу, вот сейчас, как война с НАТО идет, ох, я так Сталина понимать стал. Стал ты понимать Сталина? Так действуйте, как Сталин, хотя бы немножко. Вот смотри, вот хороший вариант. А то ты говоришь, частники, частники. Нет, нет, я ничего против не имею. Действуйте, как Сталин. Ты же депутат Съезда. Ну, не Съезда, а депутат Думы. Ну, это же аналог. Ну, парламент, да. Тебе больше нравится, чтобы мы тебя расстреляли или посадили? Помнишь, там был такой Съезд? А что ты думаешь, Сталин, что всех расстрелял просто так? Нет, не всех, но вас почти всех. Это же примитивное суждение. Это примитивное, примитивное. Давайте посмотрим на тот знаменитый съезд расстрелянный. Какой процент остался на свободе? Кто вам на Украине построил Днепропетровскую ГРЭС? Кто вам построил Запорожскую? Это строительство Сталин как раз делал. Так и вам. Ну, всем Советскому Союзу, конечно. Расстрелил не лично, а строил лично. Ты дослушаю логику. Логика какова? Логика очень простая. Товарищ Сталин унаследовал страну, которая прошла через гражданскую войну. И методами террора вынужден был ее консолидировать. А давай рассмотрим, а что, 91-93 год не гражданская война? Если бы пришел, например, такой Сталин, где была бы сейчас коммунистическая партия Российской Федерации после 93-го года? Ну, нет, я про сталинские методы. Он бы всех старых большевиков... Ну, а ты забыл, что нас запретили вообще-то в 91-м году? Нет, я не забыл, что нас запретили, но что-то я не увидел, чтобы вас... А ты забыл, что сейчас на Украине запретили и вот так, вот так... Меночка, мы же не про Украину говорим, мы говорим про Россию. Компартию Украины. Поэтому надо вообще понимать, что то, что мы сейчас проходим, уникальнейший этап трансформации нашей страны... Уникальнейший, только не хватает. Вообще-то Соловьев и сам должен быть в первой сотне кандидатов к стенке. И вот они, эти защитники русского языка, которые еще в детском саду мечтают пойти в атаку, утверждают, что они носители какого-то там уникального культурного кода. Да, а вот без гитары особенно слышно, какое же это просто убожество. Враг на нас бросает. Танки, бундесвера, бревли и пантеры. Абрамсы к нам прут. Но мы всех положим. Мы в победу верим. Мы в танки играли. Еще в детском саде. Мы с детства мечтали. В атаку идти. Эта песня, она называется «Танки». Я давно про танки хотел сочинить. Вот эти слова, наконец, у меня пошли. И в танке железном мы стали и стали. Понимаете, это вот выскакивает как-то, а потом думаешь как-то, анализировать бесполезно. Ну, у меня это получается просто. И я очень счастлив, что у меня это есть. А вот Аптия Лудинов пытается оправдать бегство Ахмата с позиций в Курской области и раскрыл весьма деликатную информацию. Оказывается, российские военные совершили около 200 преступлений против гражданских лиц в Курской области. Вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ГУД Курской области и задал ему вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал, У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование другое-другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмата. Ну, выходит, что российским военным по большому счету все равно, кого убивать, грабить, что украинцев, что своих соотечественников. Друзья, на этом все. Обязательно напишите свой комментарий. Для меня это очень важно. И до следующего выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА